Всем доброго здоровьечка! У кого слабые нервы, кто боится крови, прошу сразу выключить это видео и дальше не смотреть. Собственно, о чем идет речь? Все мы знаем, что раньше, до изобретения железа, то есть до использования железа, люди использовали для разреза того или иного, что-чего-то. Использовали различные природные средства. Например, использовали кремний. Я давно хотел снять видео об изготовлении, не ножей, а хотя бы каких-то режущих средств с помощью кремния. И вот подыскивал себе камни. Сегодня подыскивал и доподыскивался при ударе камня кусочек. Ну, я скажу так, я нарушил нарушил технику безопасности. Ну, и первый камень отлетел неудачно. Во-первых, вот видите, на мизинце выступает кровь. Срезало, как бритвой. Действительно, кремний это очень опасный камень, очень резучий. Срезало чуть-чуть мочку. Не. Ну, это нарушение техники безопасности. Но это полбеды. Вот сейчас буду пытаться останавливать кровь. Пришел домой. Но более серьезная как бы травма, более серьезный подрез у меня здесь, на вот этом пальце. Смотрите, что делается. Смотрите, что делается. Кровь. То есть, я боюсь, вот уже гематома здесь на пальце. И осколок отлетел, ударил. Был палец вот так, рука была согнута, пальцы. И ударил кусок камня прямо в костяшку. Очень сильно разрубил. Вот смотрите, только уже палец опух немножко. Очень глубокий разрез. И кровь сочится. Буду сейчас останавливать кровотечение домашними средствами. Поэтому аккуратно будьте с природными режущими вещами, в частности с кремнием. Я надеюсь, я сниму в ближайшее время об этом камне и способе, безопасном способе его обработки видео. И сейчас буду заниматься поправкой своего здоровья. очень неудачное место разреза. Уже болит. Надеюсь, туда ничего не попало. Но пока вот кровь не идет. Пока остановил. Перебежал домой, все, что нашел, сразу как бы начал использовать. Вот только я начинаю двигать пальцем, рана открывается и получается немножко опять кровь течет. Ну вот, берегите себя, берегите здоровье. Спасибо, что смотрели. Увидимся, пока. пока.